Всякий друг может сказать, и я подружился с ним. Набубает друг по имени, только другом. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. О, злая мысль! Откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством? Приятель радуется при веселье друга, а во время скорби его будет против него. Приятель помогает другу в трудах, его родит чрево, а в случае войны возьмется защит. Не забывай друга в душе твоей, и не забывай его в имении твоем. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. От советника охраняй душу твою, и наперед узнай, что ему нужно. Ибо, может быть, он будет советовать для самого себя. Может быть, он бросит на тебя жребий и скажет тебе, путь твой хорош, а сам встанет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Не советуйся с недоброжелателем твоим, и от завистников твоих скрывай намерения. Не советуйся с женой о сопернице ее, и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности, с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. Не полагайся на таких ни при каком совещании. Не обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своей душой по душе тебе и в случае падения твоего поскорбит вместе с тобою. Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Душа человека иногда более скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы он управил путь твой в истине, начало всякого дела размышления, а прежде всякого действия совет, выражение сердечного намерения лицо. Четыре состояния выражаются на нем. Добро и зло, жизнь и смерть. А господствует всегда язык. Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен. Иной ухищряется в речах, а бывает ненавистен. Такой останется без всякого пропитания. Ибо не дана ему от Господа благодать, и он лишен всякой мудрости. Иной мудр для души своей, и плоды знания на устах его верны. Мудрый муж получает народ свой, и плоды знания его верны. Мудрый муж будет изобиловать благословением, и все видящие его будут называть его блаженным. Жизнь человека определяется числом дней, а дни Израиля бесчисленны. Мудрый приобретет доверие у своего народа, и имя его будет жить вовек. Сын мой, в продолжении жизни испытывай твою душу, и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того. Ибо не все полезно для всех, и не всякая душа ко всему расположена. Не пресыщайся всякую сластью, и не бросайся на разные снеди. Ибо от многоидений бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры. От пресыщения многие умерли, а воздержанный прибавит себе жизни.